Присоединились. 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 о том, как общественная социальность действительно подразумевается в контрактах и имплементации СДГов. И я желаю вам притворительную дискуссию в России. Спасибо большое. Спасибо. И Оли, вы записываете эту сессию, да? Сессия будет записана. Да, спасибо за вспоминание. Спасибо. Да, я переведу, что сказал Оли, в более, возможно, краткой версии. Тем не менее, Оли рад, что наше здесь мероприятие сегодня состоится, что Action for Sustainable Development сотрудничает со всеми нашими организациями в России, в Молдове, в Кыргызстане и так далее во многих других странах. И также бы хотелось подчеркнуть, что это мероприятие проходит не только на русском языке, но подобные мероприятия также прошли и на английском, французском и испанском языках, чтобы вы понимали, что это не просто какая-то такая единичная инициатива. То есть по всему миру, собственно говоря, гражданские активисты и объединения проводят такие встречи. И сегодня он нам пожелал удачи в нашей беседе и что она будет плодотворной и полезной для всех. И я думаю, что сейчас мы тогда уже перейдем непосредственно к нашей сегодняшней встрече. То, зачем мы здесь собрались с вами, непосредственно перейдем к программе нашего мероприятия. Сейчас я включу основную презентацию. Секундочку. Да, как я уже сказала, мы сегодня с вами обсудим то, как, собственно говоря, прошел этот политический форум, но и как мы в будущем можем работать и сотрудничать в области как добровольных национальных обзоров, так и, в принципе, по отслеживанию прогресса реализации ЦУР, как мы можем участвовать в этом процессе. Мы здесь сегодня с вами собрались, чтобы и поделиться опытом, как в наших странах проходил этот процесс. И программа у нас сегодня достаточно насыщенная. И в самом начале мы, собственно говоря, решили именно дать слово всем представителям, кто у нас, так сказать, нашелся, чтобы мы могли поделиться тем опытом, как удалось гражданскому обществу поучаствовать в подготовке ДНО. И вторая группа спикеров у нас – это представители гражданского общества тех стран, где ДНО уже либо представлялся и в этом году представлялся, либо просто представлялся в прошлом. Поэтому я предлагаю нам уже перейти к спикерам. И если коллеги с организаторами хотят что-то сейчас добавить, если я что-то упустила, то, пожалуйста, скажите. Если нет, то тогда я бы хотела еще раз подчеркнуть, что сейчас я буду всех спикеров приглашать в том порядке, в котором они указаны. И напоминаю, что у вас есть не более трех минут, чтобы рассказать о своем опыте. Тогда давайте мы будем продолжать и пойдем по программе. Нургуль Джанаева, форум женских МПО, Кыргызстан, прошу. Спасибо большое, Нелли. Мы еще думали, что от UNCR7 мы поприветствуем немножечко наших участников. Пожалуйста. Мы в 2016 году затеяли создание платформы гражданского общества, которую называли UNCR7. Часть из вас участвует. И вот сегодня инициатива исходит от этой группы. Я рада приветствовать как человека, который был одним из инициаторов вот этой платформы. И, наконец, у нас свое мероприятие. Оно было... Процесс сопровождался также проведением целой серии мероприятий по... ВНР, по ЦУРу, по НДО. А теперь я хотел бы перейти непосредственно к сообщению о ЦУР, НДО и Кыргызстан. Хотелось бы сказать, что проблем... Вот мы в этом году впервые отчитывались, и проблем очень много. Однако, впервые я была удовлетворена отношениям государства, когда государство открыло двери и действительно организовало широкомасштабный процесс консультации с гражданским обществом. Конечно, есть еще много недочетов, но, однако, этот процесс был организован, и во всех рабочих группах гражданский сектор участвовал. И это практически благодаря большому-большому вкладу, благодаря борьбе огромного количества организаций гражданского общества. Объективная картина получилась хорошая, которая позволяет реально оценить... Конечно, много еще не учтено, но... Теперь хотелось бы сказать, что... Само участие... Если само участие в создании НДО у нас было хорошим, то участие в планировании и в реализации достаточно слабо. Гражданский сектор делает огромный вклад в продвижение ЦУР в нашей стране. Фактически по всем целям организации гражданского общества делают вклад, но он не отражен даже в НДО. И сейчас мы бы, конечно, хотели бы, чтобы вот эта традиция впервые, когда гражданский сектор широкомасштабно увлечен, была продолжена. Мы смогли подать свои рекомендации, однако нам сейчас скоро предстоит работа по определению того, вошли ли все наши рекомендации. Мы сейчас в процессе сбора рекомендаций, чтобы сравнить с финальным документом. Финальный документ вышел совершенно недавно, мы не смогли его заранее подготовить. Теперь хотелось бы сказать, что поделиться некоторыми рекомендациями, которые мы делились, например. Во-первых, наша группа, когда мы рассматривали и в рамках консультативного большого процесса и отдельно, мы были очень недовольны тем уровнем, как определены были индикаторы. В некоторых моментах даже просто была скопирована текстовка из индикатора и вложена. Нет контекстуализации и это огромная проблема. Я боюсь, что это для многих стран реальность и может быть для нас, для участия гражданского сектора, как раз таки требовать, чтобы индикаторы по каждой задаче были точно сформулированы. Не общие мы улучшим, а конкретно процент, цифры. Для чего? Для того, чтобы мы могли измерять успех, чтобы мы могли предпринимать какие-то определенные меры. Промежуточные меры, как бы диагностика была, а не поле для того, что как для хвостоста, что мы там, чего мы замечательного достигли. Вот, например, одна из цифр, которая в НДО включена и которая COVID-ситуация сейчас подтверждается, как мало внимания этому уделили, у нас шло сокращение на душу населения медицинских работников, как врачей, так и среднего медицинского персонала. Вот сейчас это отразилось, что у нас страшная нехватка медицинского персонала. Далее хотелось бы сказать, что мы можем поделиться с вами нашими рекомендациями, затем часть рекомендаций вошли в общие рекомендации. Спасибо большое. Да, я всем спикерам буду показывать, когда у вас остается одна минута, поэтому смотрите на экран, когда говорите. Да, следующий спикер, это, собственно говоря, я в списке, как вы видите, Неля Рахимова. Я представляю коалицию за устойчивое развитие страны и тоже постараюсь уложиться во время. Мы, собственно говоря, в этом году запустили коалицию, так как у нас Россия первый раз отчитывалась по реализации целей. И мы, основная идея была выпустить альтернативный обзор, потому что действительно два года у нас вернулась подготовка ДНО, и гражданское общество привлекали. И вопросы, конечно, у нас все равно по поводу привлечения остались, потому что изначально процесс не широко анонсировался. Я об этом узнала совершенно случайно, хотя я очень активно занимаюсь вообще повесткой. И мне удалось войти в рабочие группы, но так как я не нахожусь в Москве, участвовать мне в этом было практически невозможно. То есть меня иногда аналитический центр при правительстве России подключал периодически к встречам, но там ничего невозможно было говорить, только слушать. Иногда меня забывали подключать. В общем, процесс был такой не самый, так сказать, прозрачный. И в итоге, даже если я вносила пару комментариев, нас, например, не включали, то есть мне непонятно, как был в конце сформирован тот список участников, потому что, как мы видим, в финальном ДНО представлены список 20 организаций, которые якобы участвовали от лица гражданского общества. Я не могу сказать, что я хочу, чтобы меня сюда включили, потому что все-таки я не думаю, что мое участие в моей организации было адекватным, но оно просто не могло быть адекватным, потому что если ты не находился в Москве, это просто было невозможно. То же самое относится к финальной встрече, которая называлась, которая проходила 13 марта, когда был уже готов полностью такой большой развернутый драфт на Черновик на 357 страниц. И аналитический центр проводил встречу, как они сказали, для учета мнения всех заинтересованных сторон. И в онлайн-трансляции мне просто было отказано. Поэтому, как бы, вопросы остались, и что сказать про содержание ДНО, все-таки они сфокусировались действительно на достижениях. Очень много информации было упущено, даже та, которая была изначально вот в этом рабочем документе. И у нас остается очень много вопросов к трактовкам, да, каких-то фактов. И, конечно, если говорить по самым таким чувствительным моментам, то в большей степени в российском обзоре, знаете, как, например, говорят, у нас там есть конституция, да, мы понимаем, мы, мы, там у нас есть какие-то определенные права. Но ничего не сказано про реализацию, что у нас совершенно на практике все эти меры не применяются. То есть на бумаге написано одно, делается другое. Поэтому мы выпустили альтернативный обзор гражданский, но он в большей степени ориентирован на наш, так сказать, внутренний рынок, да, мы концентрировались тоже на рекомендациях. Да-да-да, я смотрю на рекомендациях. И мы давали рекомендации как гражданскому обществу, так и государству. Да, ссылку я потом сейчас брошу в чат на наш альтернативный обзор. Теперь я прошу подключиться Дамиру Турасимову из Узбекистана. Прошу поделиться с нами Вашу. Добрый день всем. Я вроде подключилась, да? Добрый день всем. Хочу сказать о том, что делается у нас в стране. Ну, в течение 19-20 года совместно с ООН, нашим правительством были организованы ряд международных конференций и различных семинаров и круглых столов по подготовке национального обзора. Совместно с министерствами и соответствующими ведомствами. И в этих мероприятиях активно принимало участие гражданское общество. Но, какое гражданское общество? В основном это крупные прогосударственные организации неправительственного сектора, такие как Союз молодежи, Комитет женщин, Центр Оэля. Кроме этого, со стороны государства регулярно проводились и проводятся меры для повышения осведомленности общественности, освещения национальных достижений в печатных и электронных СМИ, да? Однако и здесь пробелы в том, что гражданское общество практически мало участвует в этой работе. В задачах у нас есть парламентская комиссия, и в задачах поставленных парламентской комиссией было проведение анализа по реализации ЦУР в 14 регионах Узбекистана. Это всего столько областей в Узбекистане, и именно в регионах данная работа очень слабая. Она ведется практически без участия гражданского общества. В мае текущего года состоялось первое заседание парламентской комиссии по контролю за реализацией национальных целей, и там участвовало гражданское общество, ну, представители гражданского общества. Там был дан старт, и работа заметно активизировалась. И в Узбекистане есть общенациональное движение Юг Салиш, это тоже, ну, прогосударственная организация, но именно это общенациональное движение смогло создать платформу, на которой были собраны все неправительственные, очень большое количество неправительственных организаций. И малых, и новых, и старых. И эта организация именно на своей платформе смогла собрать предложения и рекомендации, которые в течение двух месяцев обговаривались. И потом на онлайн-конференции в течение трех дней по трем направлениям, экология, права человека, гендер и благосостояние трудоустройства, мы про это говорили. Женские организации, естественно, выступили со своими предложениями. У нас в настоящее время создано очень много, 197 реабилитационных центров для жертв насилия, и мы именно свои предложения подавали по этим центрам, потому как они созданы по постановлению президента и руководятся сверху, несмотря на то, что они не правительственные организации. Наше предложение перевести их на госбюджетирование, сделать анализ деятельности и развивать эту работу в дальнейшем. Ну, наверное, все, если у меня время. Вклад, конечно, гражданского общества у нас огромный, но желает оставлять лучшего. Спасибо. Следующее слово предоставляется Валентине Бодрун-Клугу, гендер-центр из Молдовы. Прошу, Валентина. Да, добрый день, коллеги, большое спасибо. Мы очень рады, что, наконец, мы пришли к данному мероприятию, Эвенту. Я представляю гендер-центр Молдовы и платформу за гендерное равенство Республики Молдова. Это целая сеть, не только национальный, который включает на сегодняшний день 30 НПО и независимых экспертов. Что мы хотим сказать? В этом году Республика Молдова впервые представляла свой добровольный национальный отчет. Изначально, в принципе, часть НПО, ну, именно таких больших сетей, были приглашены на первичные консультации. Более того, вы знаете, уже в контексте COVID во всех наших странах произошли свои адаптации процесса, и мы также виртуально относительно участвовали в консультационном процессе. Однако, как сказала наша коллега из Узбекистана и других стран, к сожалению, доступ к интернет-ресурсам не у всех НПО есть. Мы считаем, что очень многие НПО на местном уровне, особенно группы, которые являются, ну, будем говорить таком, в достаточно сложной ситуации, не смогли участвовать из-за технических ограничений. Да, мы тоже, как и многие другие коллеги, предложили ряд своих предложений по индикаторам, по информации, которые были включены, многие из них, в доклад правительства, что, естественно, улучшило доклад правительства. Мы также подготовили альтернативный наш отчет в рамках международного проекта «Женщины-2030». Сегодня этот альтернативный отчет и на нашем сайте выложен, и на сайте основной группы женщин, которую я представляю. Но знаете, что получилось? Мы подготовили стейтмент, мы подготовили альтернативный отчет, но на форуме нам не дали слова. У нас не было возможности, как и многим НПО, то из-за интернет-проблем, то из-за того, что просто времени не хватило. К сожалению, одна из больших, самых больших вызовов в рамках данного форума высокого уровня – это очень часто отсутствие возможности диалога, живого диалога между правительствами и НПО. Наше правительство, например, все передало в виде видеосообщений, и не было возможности никакого диалога. Элемент второй, который на будущее надо учитывать, проблемы коммуникации, которые должны быть комбинированы, может быть, с презентациями онлайн, но и персонального участия, над этим надо подумать. И последний элемент, который я считаю крайне необходим. Нам нужны механизмы мониторинга на уровне высшего форума. Например, включать наши теневые альтернативные отчеты гражданского общества на той же основе, что и правительство. Мы можем вывешивать на сайте ООН и применять этот инструмент, какой мы применяем в рамках отчетов по СИДу Конвенцию, по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Чтобы НПО могли наравне с правительствами работать, отчеты предлагать, предлагать рекомендации, которые бы потом правительство принимало во внимание и обязано было реализовать. Потому что сегодня, уже сегодня мы должны думать, форум заканчивается, что мы делаем дальше. И гражданское общество должно быть активным актером на всех этапах. Спасибо. Спасибо, Валентина. Прошу, Светлана, извините, я вас почему-то пропустила. Светлана, Слиса Ренок, Черноморский. Значит, плюс одна минута. Плюс одна минута. От меня. Простите. Антону, Оле, за то, что, в общем-то, Нелли, всем нашим ребятам, которые, в общем-то, начали готовиться к региональному конференции в Женеве, и, в общем-то, всех нас вовлекли. Это дало возможность вообще отследить свое государство, что оно там втихаря делает. Вот. Благодаря этому, в общем-то, я все нашла. Спасибо, что у нас хотя бы государственный, национальный офис статистики работает, что там отдельно вообще, как только заходишь на сайт офиса статистики Украины, там есть значок устойчивого развития, там все отчеты, то есть там все собрано, там все есть. Все эти. Благодаря этому я нашла мониторинговый отчет, который на тот момент не был добровольным начальным, добровольным национальным отчетом, но позволил его мне разослать по сетям, этот мониторинговый отчет, сравнить вообще наши индикаторы и задачи с глобальными индикаторами и задачами. И фактически на момент, когда 4 апреля 2020 года наш уряд, Господи, правительство, наше правительство, наконец, в общем-то, повесило сообщение о том, что есть драфт добровольного национального отчета и через неделю буквально после этого регистрируетесь на 4 вебинара. То есть я успела разослать по всем сетям НПОшным, которые мне были доступны, подключить большое количество, в общем-то, наших ребят. И что хочу сказать, что основная наша работа, в общем-то, только начинается. Мы приняли участие в этих вебинарах, мы дали свои рекомендации и все наши рекомендации вошли в добровольный национальный отчет в виде рекомендаций общественных организаций. И где правительство согласилось с правильностью нашей критики и наших рекомендаций и пообещало, что будет менять базовый национальный отчет. Потому что ту критику, которую мы предоставили, она действительно должна перекроить полностью все задания, полностью перекроить все индикаторы. Потому что очень слабый экологический блок, его практически нету, он нулевой. И, в общем-то, благодаря этому мы сейчас только начинаем реально работу, в общем-то, после национального отчета. Спасибо, Валентине, я смогла со стейтментом выступить во время, в общем-то, когда Украина выступала. И сейчас у нас начинается самый важный момент, когда мы будем долбать наше правительство, чтобы то, что они пообещали, и эти изменения начинать делать вот вместе со всеми. Спасибо, ребята. Спасибо. Это отрадно слышать. Прошу Антона. Антон Мартынов, Международный молодежный, Алья, из Болгарии. Здравствуйте, я из Болгарии. Слушайте меня хорошо. Да, 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 все отлично. Ну, то, что я сейчас представлю, в принципе, не значит, что мы надо идем против правительства своей, либо что-то там, что-то такое. Наоборот, мы надо работать с ними и помогать, потому что у нас капацитет, мы в сторону этих занятий. Семоотношения, там правительство, СДГ-17 очень хорошо описывает, правительство, гражданский сектор и частный сектор. И поэтому основная наша цель просто работает с нашим правительством. А как это можно получится, потому что пока у нас, у большая часть организаций, как мы видим, все эти отчеты, нет доступа. Мы надо покажем себе, чтобы усигурили этого доступа. И потом надо инициировать все эти вещи, которые, в принципе, поставлены в сам план устойчивого развития. Кажем всем к этим взаимоотношениям, всех заинтересованных сторон на одном уровне. Из опыта Болгарии я наш отчет случайно нашел три месяца назад. Может быть, наше правительство просто не поняли, что этот отчет надо представить в Женеве, на региональный форум устойчивого развития, который провелся 19-21 марта. Так, там на болгарский отчет не был, но на HLPR сейчас, на 14-м, наш премьер-министр представил. Тоже, может быть, из незнания, либо просто такая практика, которую правительство воспринимает, отчет был сделан единолично, из сторону государства. Конечно, при поддержке одна из организаций, которая очень хорошо работает с нашей, из болгарски, представительство ФООН, она и так называется, Дружество ООН в Болгарии. Ну, председатель этой организации, бывший замминистра иностранных дел, в 2013-м, думаю, был. Они брали эту ответственность на себе, и практически там не был доступ для остальных организаций. Не были обсуждены проблемы, а была сделана, конечно, анкета, фокусированная только на частной секторе. И поэтому я не могу сказать, что болгарский отчет, он объективный. Мы сделали параллельный отчет, так называемый Shadow Reports, и в его мы подключили очень много аспектов, которые просто не соответствуют с реальностью государственных отчетов. Вот, это наша роль, корректировщики. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, мы сейчас завершили первый блок спикеров, которые говорили о опыте, участке ДНО, которые представлялись в этом году. Всем большое спасибо. Мы еще обсудим и дадим возможность задать друг другу вопросы, дать комментарии. А сейчас мне хотелось бы перейти ко второму нашему основному блоку, когда мы попросим представителей гражданского общества поделиться информацией о том, что, собственно говоря, что поменяло вообще ДНО в их стране, потому что они представлялись до этого, либо же до этого и в этом году, соответственно, у нас Армения и Грузия представляли и в этом году ДНО. В общем, каков процесс после, пост-ДНО процесс, собственно говоря, что поменялось, что не поменялось и так далее. Какие рекомендации уже, может быть, были воспринимать государством, какие нет. И первое слово в этом блоке я хочу предоставить Евгении. Ой, Евгении Козыревой из Казахстана. Что-то у меня перелисталось. Из феминист-лиг, так у вас и говорится, феминистическая лига. Так, Евгения, подождите, мы вас не слышим. Сейчас я вас включу. Так, Евгения, мы вас почему-то не слышим. Подождите. Я почему-то не могу вас включить. Так, секундочку. Вот, теперь слышно. Вот, теперь слышно все. Я хочу просто быстро-быстро рассказать, как делался доклад. Дело в том, что Казахстан писал доклад в 2018-2017 году, собирали сведения и вообще разбирали, что такое цель устойчивого развития. То есть никто этого еще толком не знал, и государство самостоятельно написало этот доклад. И только за две недели до представления доклада, в частности, женские организации смогли иметь такую возможность ознакомиться и внести свои поправки. Поправки три было внесено, и они действительно существенные. Но времени было совершенно немного. Вечером нам дали посмотреть, утром уже было такое совещание на 14 регионах нашей страны, где мы могли что-то сделать. Почему Казахстан так быстро и хорошо подготовил свой доклад, ну, с точки зрения государства? Потому что считается, что поездка дня 20-30 во много совпадает с приоритетами страны. У нас есть ряд стратегий. Это развитие Казахстана до 50-го года, до 25-го. План 100 конкретных шагов и прочее. Вот. И, в принципе, этот доклад содержал, ну, нормальную информацию, потому что регулярно. А, да, и еще этот доклад, мне кажется, что он не воспринимается государству как важный, потому что это всего-навсего описание ситуации. И никаких значимых мер по невыполнению за собой не несет. Это не ответственность по конвенциям, например, когда государство подписало и обязано. Здесь оно было, желает или не желает. Но, тем не менее, когда был уже представлен доклад, что изменилось? В принципе, вот с точки зрения ЦУР, вот специфичный такой взгляд, специфичный вектор, он высветил некоторые проблемы, и страна взяла на себя обязательства. Вот. Вот. Приоритетные задачи и индикаторы обозначить, потому что, в принципе, есть общие индикаторы, есть, теперь обозначаются национальные индикаторы. Была проведена после уже представления быстрая комплексная оценка 80 программ государственных с точки зрения цели устойчивого развития. Вот. Был организован форум кустовичного развития. И что самое интересное, это вот запущен веб-сайт под СУР. Специальное место, специальное пространство определено для отслеживания целей и задач. По каждой задаче существует отчетность и динамика этой отчетности. И также поставлены еще цели, что хотели бы сделать, это базовое прогнозирование значения индикаторов СУР, продолжить работу по повышению эффективности местных региональных и институциональных механизмов, работу по локализации задач и показателей СУР с учетом национальных приоритетов страны, сфокусироваться на специфических характеристиках каждого из 17 наших регионов, то есть хотят сделать сначала по всем регионам маленькие отчетники, а потом их сложить, ну, к следующему разу. И, что очень важно, это продолжение диалога между государством и гражданским обществом. То есть это поставлено как новая цель, потому что с гражданским обществом, честно говоря, при составлении первого доклада сильно большого взаимодействия не было. Вот, но вот информационная платформа СУР, то есть этот самый ресурс специальный, он доступен абсолютно всем, то есть он висит на сайте госуслуг, то есть человек заходит за ставкой с места жительства и попадает на этот СУР, хочешь, не хочешь, имеешь возможность. Вот преимущества какие? Там есть информация, во-первых, на трех языках, русский, казахский, английский, мониторинг индикаторов СУР, кейсы по казахстанским проектам, по продвижению СУР, прямо в каждый кейс описан, аналитическая информация вся, какая есть, актуальные новости по СУР и связь с координационным советом. То есть если кто-то, человек, организация, любой-любой гражданин Казахстана может связаться с координационным советом СУР и сделать либо свои предложения, либо замечания, то есть такая обратная связь существует. То есть вот так у нас дело обстоит. Простите, я себя отключила. Следующее слово я хочу предоставить представителю из Армении, это Амара Хохнеттатян. Правильно я произношу? Хохнеттян. Извините, не знаю, как прочитать правильно. Я приветствую всех и хочу сказать, что я представляю группу гендерных экспертов, которые вместе с организацией Oxygen, которая занимается проблемами прав женщин и молодежи, представила стейтмент по поводу добровольного доклада Армении, причем, надо сказать, второго добровольного, потому что за этот период наша страна представила два доклада. Первый был в 2018, второй вот сейчас. К сожалению, как сказали и другие мои коллеги, возможности озвучить этот стейтмент, в котором содержался ряд вопросов по поводу доклада, у нас не было. Именно там вопрос времени или еще чего-то. Но мы видим дальнейшую работу с правительством на основе этого стейтмента. Какие есть возможности дальнейшей работы? Ну, во-первых, в Армении есть национальный инновационный центр по целям устойчивого развития. Он в 2017 году создан. Второй совет по целям устойчивого развития, который был создан вот в этом году, в апреле. Ну, это не так поздно, потому что у нас в 2018 произошла смена власти, как вы знаете. Дальше еще одна инициатива нашего правительства заключается в разработке стратегии трансформации Армении до 2050 года, в рамках которой страна представила 16 мегаиндикаторов. Но у нас тут вот как раз было несогласие с правительством по поводу формулировки этих мегаиндикаторов конкретно по пятой цели гендерного равенства, потому что в качестве цели была принята благополучная семья со многими детьми. Вот такая мега-цель, которая, естественно, не включает в себя весь спектр вопросов, связанных с гендерным равенством. В любом случае, те вопросы, которые мы подняли в рамках этого стейтмента, мы будем, как я уже сказала, работать по этому направлению. И здесь главное направление – это национализация целей индикаторов всех, которая еще не завершена, и мы надеемся именно в этом вопросе, что будут привлечены эксперты к этой работе. Второе, мы считаем, что недостаточно внимания уделяется другим документам в пекинской платформе ДЕФИСИДО 1325, именно в контексте пятой цели реализации. Дальше влияние COVID на реализацию опять-таки пятой цели. Я почему концентрируюсь на пятой? Потому что мы давали стейтмент именно по пятой цели, поскольку занимаемся именно этой проблемой. И мы считаем, что эта цель недостаточно инкорпорирована во все остальные подходы, как этого требует, в принципе, ООН. Вот, пожалуй, такой план наших действий, который мы собираемся реализовать на дальнейшем этапе. И думаю, что этот стейтмент, который мы представили, даст нам вот эту возможность. Спасибо, спасибо большое. Сейчас я хочу предоставить слово представителю из Грузии. Вы с нами, потому что мы когда спрашивали, подключились ли вы Григо, Амбранья. Нелли, в списках их пока нет. Может, если подключится GIA, то будет легче. А пока, наверное, откроем платформу для дискуссии, если у нас есть кто-то из коллег, кто хочет высказаться. Но, пожалуйста, по времени, да? Коллеги, есть ли у кого-то какие-то комментарии, что-то добавить? Может быть, вы не согласны с какими-то выступлениями или придерживаетесь другой точки зрения и так далее? Прошу, вы можете... Более того, я знаю, что, к сожалению, во время форума многие НПО не смогли высказаться. Вот здесь мы специально организовали платформу для того, чтобы могли высказаться. Я извиняюсь, я имею право добавить, просто не относительно нашей. Я по поводу того, что вы говорите, вот участие гражданского общества. Посмотрите, на самом деле единственный механизм, который сейчас существует для обратной связи, это только СИДО предоставляет. Даже Пекинская платформа действий, которая всегда имела и параллельные альтернативные доклады, и все. Ну, в этом году вообще этот механизм не сработал пока что. Да, вы правы. И даже в Пекинской не сработал. И по целям развития тысячелетия тогда не было механизма. И, видимо, по инерции и цели устойчивого развития тоже не имеют этого механизма. То есть он недостаточный. Спасибо большое. Вот там, Нелли, если позволишь, я тебе помогу. От Таджикистана Татьяна Бозрикова просит слово. Пожалуйста, Татьяна. Добрый день. Сейчас камеру включу, чтобы у меня было видно. От Таджикистана у нас участвует еще Шахлот, написано. И мы представляем нашу коалицию общественных объединений от равенства юридического к равенству фактическому. Наша коалиция работает с 2008 года. И не все нас знают, не центрально-азиатские коллеги, я думаю, нас знают. Я просто хотела проинформировать, что делается в Таджикистане. Таджикистан дважды уже предоставлял добровольный обзор. И когда был первый обзор, наша коалиция, мы представляли материалы к этому докладу. И правительство часть учли, часть включили, часть не включили. Когда Таджикистан представлял второй обзор, то мы решили сделать альтернативный обзор на правительственный отчет. И очень детально проанализировали, проводили круглый стол с представителями государственных структур, неправительственных организаций. Разместили отчет, обсуждали. Но у нас не стояла задача, конечно, чтобы все наши рекомендации вошли, потому что там много есть вопросов, по которым не достигнут, так сказать, консенсус. Но очень многие наши рекомендации все-таки учли. Но самое главное, то, что сейчас наша коалиция, мы продолжаем делать основной акцент на реализацию тех задач, которые стоят по ЦУРу в целом. И те проблемы, которые были выдвинуты в национальном докладе и в нашем альтернативном обзоре. Надо сказать, что в Таджикистане достаточно, в общем-то, четкая система выстроена по отслеживанию. В каком плане? Так как наша национальная стратегия развития Таджикистана до 30-го года, она являлась основной для имплементации целей устойчивого развития. Изначально было заявлено, что вот все ключевые действия правительства, они будут здесь заложены. И, соответственно, старались, чтобы и индикаторы по целям устойчивого развития были заложены в эти стратегии, в эту стратегию. И в Таджикистане создан национальный совет развития. Возглавляет этот совет президент. Туда входят министерства и ведомства, и туда входят также представители гражданского общества. В этом совете по структуре есть различные тематические рабочие группы по здравоохранению, образованию и так далее. И в большинстве рабочих групп тоже есть представители организаций гражданского общества. Но наша коалиция в настоящее время и после этих докладов основной опор делает нам проведение общественного мониторинга и оценки реализации тех задач, мероприятий, которые заложены. Поэтому мы первоначально провели тренинги для членов коалиции, чтобы они вовлекались активно как на национальном уровне, так и на местном уровне в процесс общественного мониторинга. Затем мы провели общественный мониторинг и оценку по реализации закона по насилию. Кроме этого разрабатывалась национальная стратегия по развитию статистики. И мы неоднократно, правда, этот процесс затянулся и разные там были варианты отдельно по гендерной статистике. Общая национальная стратегия. И мы очень сделали много рекомендаций и в эту национальную стратегию вошли наши рекомендации. Татьяна, завершайте. Одна из особенностей, то, что на бумаге у нас очень много сделано в плане того, как отчитывается правительство и стратегия, главное, заложена. Но процесс реализации весьма тормозит из-за того, что нет четкой системы индикаторов. Поэтому мы сейчас все свои основные усилия направляем на то, чтобы индикаторы были очень гендерно чувствительны. И в первую очередь с точки зрения принципа никого не оставить позади. Спасибо большое. Потому что подход мужчин и женщин, он ничего на сегодняшний день нам не дает. Спасибо. Спасибо, спасибо. Коллеги, записывайтесь в чат, поднимайте ручку. У нас по списку идет Ольга Понизова, эко-согласие, потом Ольга Джанаева. Прошу вас. Давайте, Ольга. Спасибо, Валентина. Меня слышно? Да, да. К сожалению, я в таких сложных условиях без видео. Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить за организацию этого вебинара. Ну, Нургуль, Валентину, Нелли, Оли. И мне кажется, это очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И очень важно обмениваться информацией, опытом по такому важному процессу. Мне было очень интересно узнать, что творится в других странах и как много с многими странами у нас общего. Ну и, соответственно, это поможет нам искать какие-то более эффективные решения. Я бы хотела кратко остановиться на трех пунктах. Во-первых, мне кажется, что вот перед нами сейчас стоит задача обобщить вот этот опыт участия организации гражданского общества в процессе подготовки добровольных обзоров. И вот подумать, как мы можем сами себя, во-первых, организовать в будущем более эффективно, а с другой стороны, предложить нашим правительствам на будущее тоже механизм эффективного вовлечения организации гражданского общества с самого начала. Мне кажется, это крайне важно с самого начала вовлекаться. И поэтому вот спасибо организаторам, которые нам присылали информацию раньше, и в Женеве нас как-то собирали, уже ориентировали. Но, тем не менее, мне кажется, нам стоит подумать и как на национальном уровне улучшить работу между собой и на уровне региона ЕКО. Вот у нас в России, так же, как и в Казахстане и в некоторых других странах, первоначально при подготовке официального доклада были привлечены отдельные НТО. И это давало координаторам этого доклада возможность говорить, вот мы привлекали организации гражданского общества. Но, во-первых, их было очень мало, и это все как-то местечко вот так это выглядело. И если бы вот хотя бы даже эти организации, которых вначале вовлекли, они бы организовали с самого начала, какое широкое вовлечение, поделились с другими НТО, вот я думаю, наверное, был бы результат более эффективный. И вот об этом нам стоит подумать, как между собой кооперироваться. И мне кажется, если бы с самого начала широкий круг неправительственных организаций знал об этом процессе, возможно, можно было бы повлиять и на сами подходы, которые использовало российское правительство. Потому что у нас, ну вот Нелли знает, акцент был сделан в основном на достижения, какие мы хорошие. А между тем, ну, организации гражданского общества считают, что действительно надо было более глубоко проанализировать реальное состояние дел. Вот Нелли говорила, много хорошего записано в наших законах, в конституции, и в нашем официальном докладе пишется, вот это записано, а как реализовывается. Вот это был огромный минус. И нам, мы могли бы с самого начала повлиять на подходы, но мы не знали. Я все-таки должна сказать, чтобы быть справедливым, что аналитический центр при правительстве Российской Федерации, который это координировал, он старался. И они достаточно открыто себя вели. То есть все комментарии они принимали. И я знаю организации, которые не из Москвы, они посылали по электронной почте, с ними потом связывали, что-то уточняли, задавали вопросы. То есть можно было повлиять, но в то же время не было действительно такого широкого процесса, не было обсуждений, дискуссий онлайн, не были вывешены материалы для комментариев, как вот во многих странах говорили. И вот это огромный минус, нам надо подумать, как это предложить нашему правительству и сделать эффективно. Так, еще кратко. Значит, второе. Я бы хотела поддержать Валентину, что нужно повысить статус альтернативных, или как их назвать, в общем, докладов от гражданского общества, от независимого сектора. И действительно было бы здорово, если бы они вывешивались на сайте ООН так же, как официальные, это бы повысило бы статус их, статус нашей работы, и также давало возможность всесторонне как-то показать процесс по каждой стороне. И я очень-очень согласна в заключении, хочу сказать, со Светланой, а также с некоторыми другими выступающими, что наша работа на самом деле только начинается. Мы должны проследить, сделать свой контроль над тем, чтобы то, что предложили в альтернативных докладах, чтобы это было на практике реализовано. И вот нам нужно тоже подумать, как нам организоваться и на национальном уровне, и на региональном обмениваться, чтобы сделать это более эффективно. Потому что очень много хороших докладов неправительственных организаций. И даже если правительство сказали «молодцы», там погладили по головке, и все, они на следующий день об этом забыли. Вот такого быть не должно. И, в общем, нас ждут великие дела. Давайте думать и давайте сотрудничать. Спасибо еще раз организаторам. Спасибо большое, Ольга. Я хочу предоставить слово другой Ольге, Ольга Джанаева из Кыргызстана. Прошу вас. Спасибо большое, Валентина. Хотела, прежде всего, всех поприветствовать. Действительно, такой уникальный семинар и возможность пообщаться с нашими коллегами с региона. Хотела также отметить, что действительно, согласно с Ольгой Конезовой, что необходимо повысить статус альтернативных отчетов. Потому что на примере Кыргызстана, с самого начала, когда начался консультативный процесс, мы, честно, были готовы сотрудничать с правительством. Были попытки делать рекомендации. Возможно, не хватило координации среди гражданского общества на национальном уровне, чтобы добиться того, чтобы эти рекомендации были все-таки включены. Но, тем не менее, вот отчет нашего государства, конечно, как и другие страны, был довольно гладкий. Все прекрасно, все хорошо. И, к сожалению, та реальная ситуация, которая есть, те структурные, системные барьеры, они не отражены. Конечно, очень есть много таких, скажем, политических чувствительных моментов, которые, может быть, правительство не хотят показывать на международном сообществе. Но, тем не менее, вот это еще раз показывает важность альтернативных докладов. Но при этом для нас такая маленькая возможность выступить, вот с небольшим стейтментом, даже две минуты, и то многим не удалось выступить. И даже если выступают, то наполовину урезают. И все, конечно же, я хочу сказать, что, чтобы этим семинаром не ограничивалось наше сотрудничество, может быть, это надо регулярно как-то и дальше продолжать. И в этой связи хотела спросить вот наших докладчиков с тех стран, которые второй раз уже представляли отчеты. Вот после первого раза были какие-то, скажем, разбор полетов или консультации после первого предоставления? Или как бы до следующего раза это опять все забылось? Но это настолько серьезно сейчас вот в связи с этим COVID-19, что и после всего вот участия в ХЛПФ, действительно, как-то, получается, все наши усилия сводятся на нет. И, не знаю, может быть, нам нужно инициировать что-то новое, скажем, вот вместе с Women's Medio Group, с другими группами большинства. Потому что уже в том виде, в котором есть эти цели, они, наверное, не сработают. Надо действительно как-то все пересмотреть с учетом новых реалий и условий. И еще раз хочу поблагодарить. Огромное спасибо за организацию такой площадки, где можно поговорить. И я думаю, это будет начало к дальнейшему сотрудничеству. И хотела еще раз сказать, что вот наши региональные механизмы взаимодействия на европейском и азиатском регионах тоже необходимо как бы консолидироваться и продолжать там тоже достигать наших целей. Спасибо большое. Всем удачи, здоровья, берегите себя. Ольга, спасибо вам огромное. Хочу спросить, если есть еще кто-то, кто хотел бы высказаться, или мы идем дальше по программе, просим вас, можете подключиться. Татьяна вот хочет ответить на вопрос. Ну, я так поняла, сейчас как раз вопрос, наверное, был к нам, потому что Таджикистан дважды предоставлял доклад, что что-либо изменилось. Я думаю, что правительство достаточно внимательно относится к нашим запросам, потому что я хочу сказать, вот когда готовился второй национальный доклад, и были запланированы тематические обсуждения под направлением здравоохранения, образования и так далее, отдельно темы гендера не было. И эти встречи проходили как на национальном, так и на региональном уровне, и тогда наша коалиция поставила все-таки вопрос, что нужно отдельную сессию, отдельную встречу провести по гендеру. И правительство согласилось, и мы провели эту совместную встречу, поставили очень много вопросов, и особенно вот в части, у нас там такая особенность этого доклада правительственного была, они изучали, какая взаимосвязь между всеми целями, и как одна цель влияет на другие цели. И вот когда все это представлялось, мы увидели, что они недооценивают, они четко, ясно все отмечали, что все остальные цели влияют на достижение ЦУР-5, допустим, но совершенно недооценивали влияние ЦУР-5 и гендерных задач на другие цели. Поэтому, когда мы провели вот эту встречу, они это учли, и потом это все-таки нашло определенное отражение, конечно, хотя не все вопросы были до конца заведены. Татьяна, спасибо. Ибо мы постоянно говорим о том, что должно быть создана обязательно взаимосвязь между ЦУРами, и что все ЦУРы должны быть рассмотрены во взаимосвязи и в гендерном аспекте. Там хотела еще Светлана Слесаренок последняя, пожалуйста, очень коротко. Очень коротко. Хочу еще раз всех поблагодарить, наше сообщество. И, в общем-то, эффект нашей работы был только благодаря тому, что мы несколько раз у нас проходили вебинары, мы смогли четко провести анализ нашего украинского ДНО, еще до того, как оно появилось. И, в общем-то, давайте все-таки почаще будем собираться, как-то все-таки встречаться на онлайн-платформе, потому что у нас действительно впереди начинается вообще настоящая работа. Так что вот спасибо всем, и давайте дружить. Спасибо, Светлана. Неля, прошу. Ну, Валентина, я прошу вас, собственно говоря, мы сейчас уже подходим к нашему этапу обобщения, дискуссии. Три минуты, Валентина, и затем я передам слово Нургуль для обобщения по рекомендациям. Да, спасибо большое. Коллеги, спасибо огромное всем. Я знаю, что все хотят больше выступить. К сожалению, время ограничено. Вы видите, мы там еще другие компоненты добавили. Тем не менее, вот из всего нашего диалога и плюс из того опыта, который мы сейчас видели, что происходило на форуме высокого уровня, наверное, можно констатировать следующее. Ну, во-первых, конечно, во всех наших странах, которые были в этом году ВНР или добровольно-национальные отчеты представляли, правительство в той или иной степени вовлекало неправительственные организации. Другое дело, что остается, конечно, проблема участия многих НПО, особенно учитывая и интернет-дискуссии. У многих НПО, особенно локальных, не было возможности высказаться и участвовать в этом процессе. Другой элемент, конечно, об этом говорили все, это проблема индикаторов и, действительно, как отслеживать реальный мониторинг и реальную эффективность, потому что все отчеты правительств, конечно, были направлены говорить о достижениях. Но очень важно было для нас, и это уже где-то и наша функция НПО, говорить о реальностях, не только в юре, но и де-факто. Другой элемент, очень важный, о котором практически все говорили, к сожалению, была слабая работа в регионах по имплементации ЦУРов. Это касается всех стран, несмотря на усилия ряда НПО. Я знаю, коллеги в Кыргызстане провели большую активную работу в других странах, но, тем не менее, это является очень важным вопросом, как дальше идти и именно локализовать ЦУРы. Следующий элемент очень важный, что мы понимаем, практически все страны создавали координационные советы, информационные кампании и так далее, но опять же встает вопрос, насколько это было эффективно. Потому что для нас очень важно, чтобы никто не остался позади. Особенно были вовлечены группы, у которых есть специфические потребности и которые сталкиваются действительно с очень многими системными проблемами. Следующий элемент, что для нас очень важно, это то, что мы увидели, вовлеченность НПО с самого начала и на всех этапах крайне важна. Мы, наверное, будем рекомендовать всем НПО на будущих этапах готовить свои альтернативные отчеты, которые должны вывешиваться на сайтах и на национальном, на региональном и на глобальном уровне. Я очень рада, что вы согласны с тем, что нужно повысить статус альтернативных отчетов. Да, я уже смотрю. Мы констатируем о том, что роль НПО очень важна. И я очень рада, что вы, несколько человек, отметили, что крайне важно нам сотрудничество, нужна кооперация, координация усилий НПО. Все отметили вот этот региональный механизм, что благодаря участию в региональных форумах мы многому научились, мы познакомились, мы научились работать вместе и делать адвокаси вместе. И вот очень важно в дальнейшем нам работать на уровне региональном, на уровне национальном, поддерживать и сотрудничать в рамках ОМАС Мейджор Групп, регионального механизма по вовлечению civil society, по молодежи и так далее, и так далее по специфическим механизмам. И, конечно, коллеги, сотрудничество и солидарность. Спасибо. Спасибо большое. Нургуль, тогда я слово передаю вам. Мы с коллегами, если вы видели, еще в самом приглашении предлагали разработать и представить ваши рекомендации, потому что мы не хотим, чтобы данное мероприятие просто у нас завершалось как бы разговором. Мы решили, что нам нужно сформировать список рекомендаций, с которыми мы потом сможем поделиться на различных мероприятиях, уровнях и так далее. Нургуль, презентацию вашу я включаю. Так, сейчас подождите. Отлично. Спасибо большое. Было счастливо услышать, что наш черновой набросок рекомендаций фактически совпадает с вашим мнением. Но хотелось бы сказать вначале, что те рекомендации, которые мы набросали, являются черновиком. Пожалуйста, продолжайте. Он будет, мы вам передадим на Google документ, адрес Google документа, на который можно. И у нас будет месяц, ну, какое-то время, на которое мы будем как бы редактировать, дополнять рекомендации. Итак, рекомендации, которые мы сегодня, мы их сочинили сами, но опираясь на опыт работы с вами. Во-первых, мы их 12 штук сделали. Их мало, конечно. И плюс один набор еще рекомендаций. И я рада, что некоторые из них очень сильно поддерживались, уже выводились вами, о которых Валентина сделала обобщение. Итак, во-первых, и это для нас, так как оно связано с темой нашей сессии сегодня, участие гражданского общества, начиная рекомендации, укрепить введение представителей ОГО во все органы по планированию, реализации, мониторингу ЦУР во всех странах. У нас есть более полные тексты. Мы вам выставим на Google Док. Мы сейчас сокращенный вариант. Значит, первое. ОГО везде во всем должно участвовать. И мы в деталях. Вот эта первая рекомендация имеет три подрекомендации внутри. Как? На Google Доке вы познакомитесь с ними. Как институционализировать рекомендации. Второе. Мы с вами работаем вот в наших странах. Мы знаем, как чиновники часто даже не понимают. Или только когда к отчету начали готовиться, стали сильно много волноваться и читать что-то про ЦУР. Для полноценной реализации ЦУР необходимо повышение осведомленности всех чиновников всех уровней. Особенно местные органы власти. Дальше. Дальше. Очень важно, чтобы не останавливаться на пятилетнем, или как в Таджикистане, раз в два года, или как в Армении, делать внутренние отчеты ежегодные перед населением, перед разными участниками развития. Мы рекомендуем правительству ежегодно сообщать о результатах работы по реализации ЦУР. Эти отчеты должны быть доступны для общественности. Вот сейчас выступление тех, кто пост ВИОНАР, видно, что, в общем-то, слабенько. Теперь, даже к этому отчету, не к ВИОНАРовскому, вот этим промежуточным отчетам ежегодно, привлекать гражданский сектор. Потому что только там мы можем диагностировать и применять меры. Дальше. Кстати, детали вы увидите на Google Doc. Очень важно сегодня, Валентина отметила, не оставить никого позади принцип. Нужно не просто о нем говорить, как моя страна о нем замечательно говорит. Но если посмотреть отчет, то мы увидим, что много оставлено позади. Нужно внедрять последовательности на практике. И вот хотелось бы отметить, я надеюсь, вы согласитесь потом поддерживать этот пункт, последовательно на практике с механизмом подотчетности и конкретными показателями за измерение прогресса. Следующая рекомендация. Усовершенствовать систему координации государственного института при планировании реализации ЦУР. Вот вы все говорили, Валентина в обобщении отметила, что не пересекаются они, потому что правительство не работает в тесном-тесном партнерстве. Дальше, пожалуйста. Очень многие отметили из вас о том, что индикаторы проблемные. Мы предлагаем ввести в индикаторы конкретные целевые данные. То есть, чего мы конкретно хотим, чтобы мы могли измерять. По каждой задаче. Для принятия своевременных корректирующих мер. Следующая рекомендация. Нужно продвигать стратегию локализации ЦУР. И решать проблемы отсутствия интеграции ЦУР в странах стратегий и планах на местном уровне. Я очень благодарна Токтосуновой Дамире и Козыревой Евгении, которые отметили особую важность вот этого вопроса. Дальше. Также очень важно, но наше правительство практически никто на это не обращает внимания. И я не видела в отчетах. Я участвовала на пяти HLPF. Это не только наши страны, это многие. Эффективность развития не поставлена во главу угла. И вот мы предлагаем для правительств эффективность развития поставить на повестку дня на национальном уровне. Там четыре принципа. Мы в Google Doc'е даем более детально. Теперь. Когда сегодня мы, к сожалению, не отметили вопрос о средствах реализации. Помните, буквенные индикаторы? Это по средствам реализации. Сам средство реализации. Моя страна вообще сказала, это меня не касается, вот в официальном документе Леонар, что это касается международников, потому что они смотрят на слово глобальное партнерство. Это партнерство везде. И вот нужно средство реализации. Причем они думают только про 2-3 аспекта, а там 7 аспектов средств реализации. Я бы хотела, чтобы мы, ну как бы, поддержали вы эту инициативу, детально разработать посредством реализации. Дальше, пожалуйста. Это слабейший блок. Теперь. Нужно усилить координацию межправительственную. И мы предлагали, пытались в Кыргызстане, например, но вообще считаю, что хорошо в Японии она прошла, причем только на муниципальном уровне, механизм многостороннего партнерства с обязательным институционализированным участием гражданского общества. Ну и очень важно, вот сегодня многие из вас говорили, что нужно повысить осведомленность людей. Опять-таки, более детально на Google Doc'е будет. Дальше, пожалуйста. И мы, особенно COVID обнажил, особенно в странах, которые зависят от внешней помощи, что вся международная политика, особенно политика по финансированию, по официальной помощи для развития, она должна соответствовать принципам повестки 2030. Более детали в Google Doc'е. Дальше, пожалуйста. Теперь. Но прежде чем предлагаем мы рекомендации по нашему собственному укреплению, я бы хотела, вот сейчас я услышала новые рекомендации, которые мы не подумали, у нас было мало времени. Вот, например, вы отметили усилить взаимосвязь между целями. И вот это крайне важно. И мы должны за этим наблюдать. Еще одна рекомендация, которая вот сейчас прозвучала от вас. Нужно усилить интеграцию, взаимодействие между тремя измерениями развития. Экологическую, экономическую и социальную. У нас рак лебедь-щука. И вот мы сидим и не двигаемся. Поэтому нам нужно... И еще я бы хотела сказать, что спасибо, вы все отметили, что нужна дальнейшая консолидация наша, наша дальнейшая совместная работа. Вот, Светлана, вы так призвали, и мы полностью с этим согласны. И мы сами тоже хотели вас к этому призвать. Это усилить деятельность по укреплению нашей региональной солидарности. Это нам будет только полезно. Хотелось бы сказать, что вот эти рекомендации, они направлены не на предпрошедший период, а на наше будущее. И они будут нами как бы управлять. Мы все это хотели бы дальше продолжать. В сентябре мы планируем что-то еще сделать. Зависит от того, как мы активно в этом. И теперь хотелось бы предлагаемые рекомендации относительно региональной платформы гражданского сектора, которые, кстати говоря, из Центральной Азии мы инициировали. Вот, представьте, сидя в Центральной Азии, инициировали, и многие западные большие сети поддержали. И они спрашивали, например, у меня иногда, ну, Гуль, а вот мы там как? Я говорю, ребята, все вместе. Есть много разных сетей, но не перекрестикаемся. Вот теперь, вот в связи с этим, так как мы в 16-м году создали открытую платформу ЮНИСР-7 для совместной работы на международном региональном уровне, ПОДСУР совместно с ООН, и вот последние рекомендации. Нам бы надо продвигать, чтобы государство активно поддерживало участие гражданского общества в мероприятиях ПОДСУР на международном уровне. Никто из наших государственных органов не поддерживает, не финансирует участие наших организаций. Второе. Международные партнеры, доноры, например, оказать всестороннюю поддержку национальным региональным сетям ОГО, участие в региональных форумах. И последнее, самое важное. Укреплять нашу собственную солидарность. То, что вот Света говорила. Нам нужно самим распространять информацию и мобилизовать широкий круг организаций на национальном, и, что очень важно, на местном уровне к совместной работе в рамках платформы ЮНИСЕ-АРСЕМ. Спасибо, Татьяна. Вы там хорошо мне напомнили русскую аббревиатуру. ООН-ЭКО. АРСЕМ – это региональная сеть гражданского общества по ЦУРУМ. Детали об этой сети вы можете найти, вот эта ссылка. Спасибо большое за ваше внимание. Очень ждем, что на Google Doc вы будете дополнять. Там более полный текст. Но от вас, от ваших мудрых рекомендаций зависит нас успех. Мы только набросали чуть-чуть. Спасибо. Нелечка, если можно, Нелле и Нургуль, спасибо огромное. И там прозвучала очень важная еще мысль по ходу всего и во время самого форума. Обязательно рассматривать взаимодействие между повесткой 2030, повесткой устойчивого развития, СИДО-конвеншн, конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также, конечно, пекинской платформы, декларации Пекина. И, конечно, резолюции 1325 женщины мира безопасности. Они должны идти в связки, потому что это очень важно. Валентина, я бы хотела дополнить, что здесь, в документе 2030, там отмечено, и надо обратить внимание, никто не отменял действия международных конвенций. Вот то, что Валя перечислила, ну, плюс конвенция по правам разных групп людей, по экологическим, по биоразнообразиям, никто их не отменял, по сексуальному, репродуктивному здоровью и так далее. То есть, они должны быть. ЦУР только дополняет их. Спасибо. Неля, давайте. Я сбросила ссылку на вот этот документ с рекомендациями еще раз сейчас в чат. И поэтому всех приглашаем дополнять. Спасибо, Нургуль. Но на самом деле, Нургуль, я снова сейчас вам передам слово, потому что мы также хотели очень кратко поднять проблему по борьбе с коронавирусом, которая, конечно, сейчас у нас в разных странах ситуация разная, но, мне кажется, во всех она критическое и беспрецедентное, конечно, явление, которое по всему миру распространилось. И я, Нургуль, вам передам слово буквально три минутки сообщить, что мы обсуждали и, собственно говоря, к чему мы сейчас призываем. Спасибо. Спасибо большое, Неля. Уважаемые коллеги, уже уважаемые участники этой сессии. Мы много обсуждали, оргкомитет, организаторы вот этого мероприятия, как нам COVID. И мы подумали, что нам нужно, нам не нужна эта платформа для просто обмена информацией, как плохо у нас. Но нам нужно для солидарности. Там у нас какие-то слайды были, Неля. Так вот, мы на... И здесь основное послание какое? Давайте мобилизуемся. В сентябре организуем еще очередной вебинар, на котором будем обсуждать COVID уже. Но COVID с точки зрения наших интересов. Например, благоприятная среда для гражданского общества. В COVID, я когда посмотрела, списки членов разных советов, координационных, разных органов по принятию решения по COVID, там нет гражданского сектора. Это участие не институционализировано. Именно поэтому мы сталкиваемся с тем, что большие структурные вопросы не решены. Экспертиза накоплена в гражданском секторе огромная. Но мы сейчас имеем то, что... Ну, например, в моей малюсенькой стране вот сейчас по 80 человек умирают. То есть это буквально бедствие. Но нам нужно не просто обсуждать, как плохо, а как бы мы могли предложить. Первое. Мы бы хотели сделать исследование. Денег на это не будет. Но мы сами уже рабочие группы составим, которые хотят этим заниматься, для того, чтобы реагировать на COVID. Например, мы могли для себя продиагностировать состояние участия гражданского сектора в органах по принятию по COVID. Почему это особенно важно? Наши страны сейчас, правительства, начинают создавать планы выхода. Мое, я думаю, правительство еще не начало думать. Ну, где-то эклиптично. Но, в принципе, будут транзитные планы делать. Мы в этом должны участвовать. Иначе опять окажется, что мы будем сбоку стоять, критиковать, но вложим в себя. Теперь, хотелось бы... Вот вопросы, я не буду сейчас их зачитывать, но это будет на Google Доки. Призываю всех вас мобилизоваться. В сентябре мы еще одно мероприятие проведем, но к вам просьба. На Google Доки, пожалуйста, кто хотел бы в рабочую группу войти? Я знаю, ЮНСРСМский форум, ЮНСРСМ наша платформа хороша, когда мы призывали по ВИОНАР группе создать. У нас 40 человек. Ну, правда, со всего эко-региона, да? Но я думаю, мы здесь могли бы. У вас умный голову, у вас такой огромный опыт, такая интеллектуальная сила. Давайте подумаем, как мы можем нашему правительству сейчас оказать помощь, принимая участие. Если нам нужно негативные какие-то последствия, скажем, запротоколировать, может быть, какие-то кейсы у кого-то есть, давайте мы мобилизуемся, рабочую группу создаем и начинаем работу. Не откладывая далеко, прям вот сегодня вас спросу, включайтесь в эту рабочую группу, и мы начнем работать. А вот на экране предложения, вопросы, которые ребята составили, что бы мы хотели, да, делать. Спасибо, Нелля. Да, я уже закончила. Так, Фарзона подняла руку буквально на секунду. Рада всех видеть. Слышно меня, да? Да. Я просто хотела добавить, что в рамках вот именно ковида в Узбекистане МПО оказались очень активны. И национальная комиссия по гендеру, которая существует при Сенате, она поддержала многие инициативы. И фактически у нас созданы онлайн-платформы, Виарна Симна создала, Нихол-центр, который был мой, он тоже создал, да, телеграм-каналы, оказывается, помощь, но средств, конечно, на это очень мало. И вот этот вопрос, который вы сейчас подняли, он очень важен. И на самом деле, на то, как страна будет выходить из этой ситуации, потому что есть определенные преференции сейчас в экономической сфере, да, в социальной сфере, во всяком случае, в Узбекистане президент подписал такого рода документы. Но насколько выход будет, да, потому что у нас сейчас пошла вторая волна, и у нас огромное количество идет потерь, и мы усилили наши карантины на сегодняшний день, это очень важно. Поэтому я думаю, что я, вот Дамира здесь есть, да, как центр, она сейчас тоже работает во многих проектах, связанных с, значит, ответом на ковид. Диана Асимовна, мы бы с огромным удовольствием поделились тем опытом, что у нас есть, и, конечно же, могли бы услышать то, что делается у вас в странах, да, для того, чтобы сделать более, как сказать, comprehensive, полноценный подход к тому, как МПО вместе с правительством выйдут из этой ситуации. Спасибо. Фарзона, большое спасибо, у меня сразу реакция на это. А не могли бы вы, ну, как говорится, инициатива наказуема, взять на себя вот это направление... Нургуль, вас не слышно. Фарзона, большое спасибо, у меня встречное предложение, как говорится, инициатива наказуема, шутя говорю. Было бы хорошо, если в Узбекистан, например, Дамира и Фарзона, вы взяли на себя сбор, например, собирать данные по хорошему опыту вовлечения. И тогда бы, мы бы уже знали, кто чем занимается, мы бы вам просто перегоняли. Если бы какой-нибудь небольшой, ну, два-три вопроса нам задали, мы бы вам отсылали. Потому что у нас очень много, например, в Кыргызстане, очень много, вот здесь среди участников, у нас, например, есть Аваска Нормонова, которая организует большую работу по работе с жертвами насилия во время карантина, после карантина, во время карантина. Вот такой опыт, хорошо бы. Но кроме, но, это, нас, мы участвуем, как бы, на симптомы, мы на причины не смотрим еще. Ну, я имею в виду, не эпидемиологическую, конечно. Нурголь, мы с вами говорили, что мы организуем, наверное, отдельный колл. Да, Нелли, Нелли, одну секундочку. Это, это, важно. Но вот сейчас уже было бы хорошо, в рабочую группу кто-то инициировался, и то, что идея форзоны, это замечательная. Форзоны, возьмите на себя. Хорошо, поняла. Спасибо. И я думаю, что у всех контакты есть, и мы свяжемся и найдемся, правильно, коллеги? Я буду просто потихонечку завершать наше мероприятие, чтобы мы и уложились во время, и никого из вас не задерживали. Я в самом завершении очень кратко расскажу, тоже по просьбе Оли на русском языке, что традиционно в этом году будет проходить, неделя действий, так называемых, которая проходит в сентябре уже, который год. Вот здесь мне Оля присылала много-много слайдов. Я не буду на них на всех останавливаться. Если вы знаете, это такая неделя, когда по всему миру активисты и гражданское общество активизируется и каким-то образом привлекает к целям устойчивого развития внимания. И, собственно говоря, вот в этом году в общем-то считается, что это такой поворотный момент, потому что действительно на прошлое Генеральной Абсаблеи была объявлена декада действий, и действительно пять лет уже прошло, и вот нам надо как-то активизироваться и все-таки что-то делать. И поэтому именно на вот этом этапе было принято решение назвать вот эту неделю действий как поворотный момент для людей планеты. И вот пока нету каких-то сейчас четких инструкций, я думаю, потом на Моле еще их будет предоставлять, и мы с вами ими поделимся. Но вот в этом году предлагается как бы действовать в трех возможных направлениях. Первое, это, как вы видите, communicate, да, коммуникация, то есть поднятие информирования общества, да, и не только общества, разных самых участников процессов, а главных проблемах. И, в общем-то, вот здесь предполагается либо провести вебинар, либо какую-то публичную кампанию сделать и так далее. Следующее, это возможное действие, это продвижение адвокейта, да, это когда на каком-то уже более высоком политическом либо региональном, национальном, региональном уровне, когда уже гражданское общество предлагает совершать какие-то действия, то есть вот именно предоставляется, да, слово тем, кому обычно мы, не то что мы, а кого государство не хочет или не может слышать и так далее, и, соответственно, какие-то выдвигать требования либо изменения в системе и так далее. Ну, и последнее, это непосредственно уже организовывать какие-то локальные действия, то есть у нас вот, например, в России часто проводятся в эти дни коллективные сборы мусора и так далее, то есть вот мобилизация своего комьюнити, да, своего окружения для того, чтобы сделать какое-то небольшое действие для достижения целей. И если мы посмотрим по срокам, то вот, собственно говоря, вот неделя вот этих действий в этом году предполагается ее всегда проводят в районе Генеральной Ассамблеи, соответственно, с 19 по 16 сентября. Ну, и здесь есть общая информация, что можно писать Оле непосредственно по вопросам по проведению данного мероприятия, но я думаю, что мы, наверное, еще будем тоже на русском языке вас информировать о том, что можно будет сделать. Может, даже мы предложим какие-то локальные, не знаю, программы, идеи, как можно провести эту неделю действий, и я точно так же всех приглашаю присоединяться, и, возможно, у вас будут какие-то идеи, с которыми вы хотели поделиться, что мы можем делать в этот период. На этом с моей стороны все. Я хотела бы для подведения итогов еще предоставить слово Антону Мартинову для того, чтобы мы завершили наше мероприятие. Антон, прошу, вдохновляющее слово. У нас, видимо, уже нет времени, но я очень короче. Скажу, что не буду читать подробно, какие проблемы и предизвлекательства сидят, но у нас много. Потом напишем и отправим, потому что вижу, что уже кончилось почти время. в будущее мы подготовим все документы и отправим вам в НЕО. Тоже инициируем рабочую группу, которая будет работать и в сентябре. Представим ситуации по регионам и в связи участия гражданского общества в мере COVID и мониторинг на ситуацию. Потому что, да, это страшный вирус, ситуация страшная, но и у вас, некоторые государства уже разлагали меры, но вопрос в том, где уровень необходимости и где пересекается уровень то, что нужно делать государство и ограничение человеческих прав, как получилось у нас, например, и как в Сербии. Но и государства просто быстренько в панике приняли некоторые законы, которые прямо в нарушении Конституции, между прочим. Это цензура, ограничение протеста, еще много другие, не буду нагружать вам из сети. Так что очень важно еще сейчас сделать такие мониторинговые группы на выход из пандемии. Еще мы отправим список, где каждый из вас может записаться по всей рабочей группе, потому что мы так и обсуждали. Будем работать еще сейчас, подготовка на следующем году. Этот процесс не надо пересекаться. И обменивать опытом это очень важно. Как бы и заметили еще одной самой главной вещей, когда делаются репорты на государственные ДНР, надо соблюдать индикаторную систему там, потому что там не можешь убежать. То, что в реальности у вас, когда соблюдаешь индикаторную систему, там все четко указано. Например, очень много государства это не делает, включая Болгария. И основной проблем не поставляют вопросы для разрешения. Они делают сказки, то, что сделано и как хорошо все есть. Если коллеги что-то могут добавить. Ну, Инеля составила, вместе Антон составил для нас специально Google Doc, вот документы все, где все вывешивается и где мы можем работать. И коллеги, да, Антон, ты хотел что-то в конце? Рекомендации, пожалуйста, подключайтесь активно, потому что когда покажете себе, ну, когда накопите опытом, все у нас не было никакой почти опыт в 2016 году, когда начали, но уже мы знаем где и куда надо идти. Задавайте вопросы, пишите, обменяйте мнения и рекомендации. Антон, спасибо, дорогой. Коллеги, у нас заканчивается время, Неля написала очень важную фразу, коллеги, включите камеры, те, кто еще до конца дошел. У нас было на сайте участников ровно 50 в середине, но сейчас народ, потому что очень много еще параллельно сессий, нас осталось 36, давайте сделаем общую фотографию. Он нургуль у нас прямо в центре. Да вы что? Я хотела бы, пока мы подключаем видео, я хотела бы от имени организаторов этой сессии поблагодарить всех вас за то, что вы потратили свое время, спикеров особенно, большое вам спасибо за ваш труд, за ваш вклад, и огромное спасибо за предложение продолжать нашу работу. Спасибо всем. На этом мы закрываем. и сейчас фотографируем. Сначала фотографии. Да, 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 я уже сделала. А уже? Ну, мы можем, я не знаю, если вы хотите, чтобы вы все помахали. А ну, давайте помашем. Да. Оля, вы можете тоже сделать это. Спасибо, я понимаю. Спасибо . Я не могу подключить камеру, к сожалению. Все было замечательно, по-моему, мы отработали прекрасно. Были замечательные идеи, а самое главное, опять же, вот это вот наша позитивная энергетика, что мы можем все вместе. Колос каждого из нас очень важен. Спасибо всем. Спасибо всем, что мы вместе. Спасибо. Я тогда завершаю официально и всех благодарю, кто подписался. Оли, спасибо большое. Для технического ассистента для всех. Спасибо. Спасибо. Это прекрасно работать вместе. Кстати, в Латинской Америке сегодня после обеда, кажется, будет. Да, сегодня еще на испанском языке будет вебинар. Спасибо всем еще раз, что подключились. Будем на связи. Как сказал Антон, мы сделаем рассылку со всеми документами и подключайтесь к рабочей группе. стараемся четко и ясно прописать, что мы хотим и чего ожидаем. и так далее. И так далее. И так далее. и я буду рад поддержать вас на трансляции.